В прямом эфире телеканала Москва 24 есть не только новости, но и много всего интересного. И буквально через несколько секунд мой коллега Евгений Додорев узнает о новой книге «Улгоградские лица», о творческих планах писателя, музыканта и артиста Игоря Растеряева. Не только о новой книге, у нас прозвучит в эфире премьера нового хита, что, в общем-то, гораздо круче, чем книги, потому что книги-то писать всякий может, а петь от них нет. С него, наверное, и начнете, Игорь уже ждет. Игорь Растеряев. Про него в всяческих энциклопедиях написано, что он актер, автор-исполнитель. На самом деле он герой Ютьюба, он хитмейкер. Здрасте. Привет. Я думаю, что прямо сразу вот и с песни начнем, чтобы... Песня про комбайнер. Да, чтобы сразу вот не представлять, не рассказывать мне долго, что и как, а вот всем сразу и напомнить, миллионам зрителей, кто такой Игорь Растеряев. Он посвящается всем механизаторам, комбайнерам, трактористам, всем-всем аграриям. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют. Не снимают про них сериалов, ведь они не в формате канала. И не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молодые, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, нам плевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, а не вкалывают на карбайнах. Выпел Ц2Аш, 5ОАш, сел на Нью, рассели марш на ДТ. Дом 500, Т-150, покормил перед этим поросят. И пошел взять, пакать, молотить ячмень, Будет долгим, долгим, долгим твой рабочий день. Но зато ты знаешь, каждый винтик в тракторе внутри Получаешь за работу в месяц тысячи три комбайнеры. Каждый из них был в армии родной, Не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур. Эти парни не являются мечтой главырных тур. И пускай там пидорасы бессмоются в Москве, Но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают пусть враги, все знают, сучка, кандали, заразь. И когда отребья натовская небось, браканат. Выпел Ц2Аш, 5ОАш, сел на Нью, рассели марш на ДТ. Дон Пепсот, Т-150, покормил перед этим парасиан. И пошел взять пахать, молодец ячмень. Будет долгим, долгим, долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, Волгоградским комбайнерам, тактористам пастукам. Выпел Ц2Аш, 5ОАш, сел на Нью, рассели марш на ДТ. Рассели марш на ДТ, Дон Пепсот, Т-150, покормил перед этим парасиан. И пошел взять пахать, молодец ячмень. Будет долгим, долгим, долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, Волгоградским комбайнерам, трактористам пастукам. Слава вам! Игорь, я в который раз слушаю Прусси все время, как в первый раз. Спасибо. Спасибо тебе. Объясни мне такую вещь. Вот песня была снята на мобильник просто, да? На какой? Айфон? Нет, на самый обычный, Лехи. На самый обычный мобильник. Лехи, Лехи, да. Полгода, там всего было, ну, три сотни просмотров. Потом вдруг как прорвало. Прямо сейчас под 4 миллиона. А у тебя есть какое-то объяснение, с чего вдруг вот поперло так? Это блогеры помогли. То есть это все-таки не обошлось без технологий, да? Ну, кто-то из блогеров таких весомых, видимо, нашел. То есть ты даже не знаешь. Ну, насколько мне известно, Гоблин там помог здорово. Я так точно не расследовал. Это у тебя не продюсерский проект, за тобой никто не стоял. Да нет, это люди, которые вот нашли, стали вот через свои какие-то вот сайты, или как называется, блоги, да, рассылать вот эту всю историю. И так вот оно пошло-поехало. Скажи, пожалуйста, а инструмент, вот объясни, потому что это ведь не баян, не аккордеон, это тупо гармошка называется. Ну, это не тупо гармошка. Это прекрасная шуйская гармонь-чайка, вот. Откуда она у тебя? Она из комиссионки за 800 рублей. Куплена когда? Куплена, да, год три назад, наверное, нет, может, четыре, где-то так. Вот сам ты питерский, да, как ты говоришь? Ты из Ленинграда. Почему такая вот, так тебя проперла на вот эту сермяжную тематику? Ну, опять же, сермяжная неправильно, потому что книга, например, которая выходит 9 сентября в Содружестве актеров на Таганке, куда я всех приглашаю, презентацию. Она все-таки написана про Волгоградский регион, а это, если так говорить, это бывшие казачьи земли, поэтому сермяжными их назвать, конечно же, нельзя. Книжка не совсем обычная, то есть это не книжка-книжка, это не мемуары, не рассказы, это, в общем, в основном картинки, да? Да, это такие миниатюры, нарисованы гелевой ручкой, в основном рисунки. Рисовал тоже ты? Да, да. Ты ведь давно рисуешь, с детства, да? Книга была нарисована вот в 19 лет. Вот, на первой обложке, ой, это самая страница, вот, сейчас представьте, там как раз нарисованы комбайнеры, вот, сейчас переворачиваю. Она посвящается Лехе Ляхову, это кто? Да, это вот мой друг, который снял комбайнеров через 10 лет и выложил, вот, получается, на Ютуб. Ясно, эта книжка продается в одном единственном магазине, насколько я понимаю, но ее можно в интернете заказать, да? Наверное, да. На следующей странице будут как раз эти самые комбайнеры, которые все началось, вот они нарисованы, вот, Дон 1500, Нива Рассельмаш, Ц2H5УАЖ, в общем, все мои друзья детства, взрослые, ну, с кем общался, с кем, вот, то есть, изначально вся эта тематика волгоградская, она была в книге. То есть, это у тебя не стилизация, не стёп, это вот ты поешь действительно то, что думаешь? Ну, я пою про своих друзей, да, про свою жизнь, вот оно в книжке было уже... У тебя-то жизнь, теперь ты изменилась, я так понимаю, у тебя корпоративы... Нет, у меня корпоративов нету. Нету? Нет. Тебя не зовут или ты не ходишь? Зовут, но только с сольной, да, только с сольной. Ну, потому что времени не хватает, в театре ещё работаю, вот, и сольники, они тоже нечасто, бывают где-то 3-4 в месяц, получается, вот так вот. Ну, ты подумай насчёт корпоративов, ты это... Ну, что думать, я уже думал. Сразу же ты же там про гламурных дур топел, вот, и ты их увидишь, они тебе будут аплодировать. Вот. Так что вот такая вот книга. С книгой... Вот скажи мне такую вещь, у тебя сайт есть персональный, на сайте, помимо всего прочего, опубликованы стихи. И стихи ведь, ну, в общем, как любые стихи, их, в общем, которые поют, тексты, песен, их, в общем, стихами не назовёшь. Здесь вот буквально на днях был Маргулис, он говорил, что у Квинн Негожи есть совершенно полная дрянь тексты. Стоило их опубликовать на сайте? По-моему, всё-таки, когда их читаешь, они как-то не представляют. Да я ничего не опубликовал. Это... Кто это опубликовал, те вот... Ну, сайт, какой-то твой персональный сайт, те же не блогеры делают, наверное. Ну, да, сайт... Делает кто-то специально обученный человек. Да, ну я точно туда ничего не вписывал. А, у тебя вообще нет никаких аккаунтов в соцсетях, да? Почему же? В ВКонтакте страница есть. Только ВКонтакте, да? В Одноклассниках, кстати, нету. Там вот есть такая страница. Да, давай мы разоблачим сразу. Значит, на Фейсбуке тоже фейк, да? Нет, нет, только ВКонтакте. Только ВКонтакте, ну там ты сам, да, этим занимаешься? Да, где я на жатке сижу с пацанами. И ты музычку там выкладываешь? А? Музычку ты там выкладываешь? Музычку мы выкладываем в Ютубе на канале Санфиш 737. Это канал Лехи Ляхова, моего друга. Хорошо. Ну, давай еще что-нибудь. Давай. Песня «Русская дорога». По плачущей земле, не чуя сапогов, Наш обескровленный отряд уходит от врагов, Питаясь на ходу щавелевым листом, Ночуя в буерраке под калийновым кустом, Нам отдохнуть нельзя, бегом, 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 А наши якобы друзья засели за бугром И смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. А вы, три слезы, отдохни немного, Я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою Грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, Через какой-то срок враги опять догнали нас. И бьют еще сильней, вот-вот и порешат, Но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отходи, о, три горючие слезы, Мы русские морозы. Заморозим, заметем тоскою, Поманив Москвою. Природа на войне, нам как родная мать, Но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках, И стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам, И добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием, Когда мы отступаем, это мы вперед идем, Вместе с холодами и лесами, А впереди с усами. Просто нам завещана от Бога Русская дорога, русская дорога, русская дорога. Класс. А хочется все-таки понять, откуда это все. Оттуда. Из Раковки, из Глинища, из Волгоградской, Любимой тоже земли. Потому что отец у меня с Волгоградской области, И Нальто всегда вывозили к бабушке, к дядке, к тетке. И всегда вот там, поэтому я напитывался. И чем он занимается, отец? Отец художник тоже. Художник, да? Да, я сказал тоже, потому что я нарисовал, Я только присчислился я с художником. Ты начал рисовать до того, как играть. А мама? Тоже. Она дизайнер. Но они вместе заканчивали художественное, Мухинское училище в Питере. И у тебя же есть сестра, по-моему, тоже дизайнер? И тоже, да. Она тоже заканчивается. И муж ее тоже, все художники. Я не гляню, из дяди художников. Ну, понял. У тебя сестра младшая, по-моему, нет? Да, сестра младшая. И у нее уже есть муж, а у тебя жены до сих пор нет. У меня горбушки всякие. Нет, это не порядок. Но девочки-то есть? Ну, бывают, конечно же. А бывают? Ну, да. То есть ты такой, вот ты художник вот в этом смысле тоже, Такой непостоянный. И не нашел еще. Так что такие вот дела, Евгения. У тебя альбом вышел? Нет. Он вышел еще давно. Он уже закончился. Так. И сейчас подумываем над тем, чтобы неплохо бы в октябре Следующий выпустить уже. Это будут новые вещи или ремейк старых? Да, там будут вещи, не вошедшие в альбом «Русская дорога», что-то новое. И в том числе перезапись песен вот именно с «Русской дороги». А перезапись от чем и будет отличаться? То есть зачем она сделана? Я думаю, что мне хочется, чтобы она отличалась качеством звука, во-первых. Потому что там, когда записывали, был момент такой, что несколько дублей, и резали мы, и потом вот эти куплеты склеивали. Песни все склеенные. И немножко как из банки звучит. А сейчас мы остановились на том, что это должна быть спета вещь от начала до конца, не обрезанная. То есть вот как в живом исполнении, с какой-то огрехом есть, он все равно входит туда. А клипы у тебя по-прежнему на телефоне снимаются, друзья, нет? Нет, мы развиваемся. Клипы теперь снимаются на фотоаппарат. Вот. Леха Ильяхова также вот мы снимаем с ним. Вот, ну, как бы просто нам уже интересно стало пробовать что-то делать. Ну, у тебя киношное образование, тебя не тянет по-режиссировать, выступить как режиссерство? Почему? Мы же режиссируем, когда бывает наснимаем очень много, и потом... А, то есть ты участвуешь? Конечно. Мы вместе с ним сидим и смотрим, как на аудиодорожку все это ложится. Обязательно. Ну что, давай, не останавливайся. Так, мы еще две песни успеем, да? Успеем, да. У нас премьера будет песни «Росток», которую никто никогда не слышал, которая никуда не залета еще пока. Нет, уже залета. Уже залета? Да, в интернет, уже где-то, наверное, часа два назад. А, часа два назад. Да, но еще публичный нигде не исполнилось. Хорошо, значит, все равно премьера. Я думаю, хочется спеть песню старую, посвятить ее моим волгоградским друзьям из Волгоградской же области, вот, ровесникам, которые уже нету в живых. Песня «Ромашки». Весь день по небу летают Какие-то самолеты Они на отдых впадают Наверное, возят кого-то А я пешком в чистом поле Иду, бреду по Бурьяну К погибшим от алкоголя Друзьям, Ваську и Роману У меня лежит Не один товарищ На одном из тех Деревенских кладбищ, где теплый ветерок На овальной фотке Песенку поет О паленой водке Себе такую дорогу Ребята выбрали сами Но все же кто-то, ей-богу Их подтолкнул и подставил Чтоб ни работы, ни дома Чтоб пузырьки да рюмашки Чтоб вместо Васи и Ромы Лишь Васильки да ромашки У меня лежит Не один товарищ На одном из тех Деревенских кладбищ, где теплый ветерок Скачет изумленно Синие кресты Вспомня поименно Но все слова Бесполезны И ничего не исправить Придется в банке Железной Букет ромашек Поставил Пускай стоит себе просто Пусть будет самым красивым На деревенском погосте Страны с названием Россия Супер Скажи, пожалуйста А что ты сам слушаешь? Вот помимо себя, естественно Какую музыку? Я почти слушаю, когда на концерте А так слушаю я Все, что нравится В том числе Что нравится, да Нравится Очень много музыки из 90-х годов Такой даже дискотечной Нашей Притом, надо сказать, что раньше Я ее практически не слушал Считаю вообще махровой попсой Так Вот, а сейчас То ли это возраст уже То ли я не знаю Ну возраст это серьезно 80-е годы рождения За 32 года в августе исполнилось Вот некоторые песни мне начали Очень, ну, нравятся Группы наши Вот эти танцевальные Но опять же это воспоминания Скорее летние Вот Хутор Глинище Лагерь Салют Дискотеки раковские Вот Ну естественно Все наше старое доброе Высоцкий, Цуэй, ДДТ Весь наш рок Король Ишук Это, кстати, ты правильно Что Высоцкого ты в роке Записал Я всегда наставил на то Что Владимир Семенович Был первым рокером А я думаю, что вообще Вот, как говорят Рок, да, например Вот сложно понять Где градация Вот чем мерить рок, да? Вот чем ты меряешь? Я меряю глубиной мысли Я меряю, да, глубиной мысли Потому что если мерить инструментами Что это электрогитара, электробас, да? Но есть множество других коллективов Где эти инструменты присутствуют Но там немножечко уровень Дважды 24 Собака друг человека Ну да Вот такой уровень, да? Угу Вот Я вот всегда Привожу такой пример Если вот мы об этом заговорили Я вот Ответил себе на вопрос Что такое попса Очень четко Один раз Сидел, смотрел одно Ток-шоу Вела, по-моему, Тина Канделаки Вот и там сидели Две представительницы Эстрады На любимого тобой гламурного Одна, значит, вот как раз Гламурная Поп-певица А вторая была, по-моему Диана Арбенина По-моему Вот, по-моему, она была, да И тема была такая Ну, она задавала им Одинаковые вопросы Вот И она спросила Какую музыку вы любите? И поп-певица сразу сказала Ой, вы знаете, я Не люблю грустную музыку Я люблю веселую музыку А Диана Арбенина На этот же вопрос Ответила так Да Знаете, Тина Я недавно Пересчитал дневники Лили Брик Я сразу же все понял Как бы и про одну И про другую Мы все все поняли, да Давай мы перейдем к тому Что явно попсой не является К премьере Да К премьере песни, да К новому Киту К премьере песни На самом деле она тоже Имеет отношение к волгоградским лицам Да Потому что посвящена Прекрасному городу Ростову Ростову-на-Дону Так Где производят комбайны Для волгоградских комбайнеров Дон Нива Вот Надо сказать, что это Наверное, первая песня Которая Посвящена какому-то городу Не Волгограду И не Питеру Если говорить Вот о Георгии Пиленчике Сейчас мы ее услышим И это будет премьера Да Посвящается Прекрасному городу Ростов-на-Дону Первый раз Волнуюсь Но Надеюсь По кнопкам попаду По первому каналу Показывают мне Про то, как гей-парады Шагают по стране Зачем-то подогнали Милицию ОМОН Зачем-то шум подняли Про них со всех сторон А ведь всего-то надо На всю эту толпу Направить восемь пацанов С Ростова-на-Дону Они как только и явятся Туда во всей красе Наверное, натуралами Заделаются все Ростов! 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 По радио сказали Что взять не могут в толп Как отдавать мы будем Огромный внешний долг Как с Западом про это Вести нам разговор Кого из дипломатов Отправить за бугор Мозги не надо парить Ответ давно готов Отправьте туда восемь Ростовских пацанов В таких переговорах Ростовские нужны Останутся Россия Все пожизненно должны Ростов-ростов-ростов-иоууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Но я бы даже с севера нападать не стал Есть в каждом городе у нас ростовский филиал Ростов! 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 Давай, давай! Ростов! 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 И еще разок! Ростов! 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 Это точно не попца Теперь скажи, во сколько презентация, где? Так, презентация Сообщество актеров на Таганке Так В это воскресенье, 9 сентября По-моему, в 7 часов 19 часов? Да 9 сентября в 19 часов Ну что ж, я уверен, что будет аншлаг Ну, хотелось бы, да Будет очередной успех Сидим Пообщаемся Да, я считаю, что у меня успех Потому что ты пришел На камне и зажег В общем, по-настоящему Да, спасибо Огромное тебе спасибо Спасибо, спасибо И, да, я его разумею И, да, я его разумею Спасибо, спасибо Спасибо, спасибо